В последних сериях сюжет боевого континента немного ушел в сторону, однако он обязательно вернется к оригинальному повествованию. Впереди нас ждут эпохальные события, не имеющие себе равных за последнее время. Одним из таких значительных происшествий будет охота на 100 тысячелетних зверей. Бибидун привела в Великий Звездный Лес 6 старейшин храма, среди которых были Хризантема и Призрак. После недавнего убийства Циньмина у Тан Сана будет еще больше причин отомстить Призраку. Нападая на отряд Бибидун, он выбрал именно его. Атака Трезубца Морского Бога полностью уничтожила дух Призрака, от него не осталось даже тела. О том, как Сан победить титулованного Призрака и после сразиться с самой Бибидун, обсуждалось в одном из предыдущих видео. А теперь мы подробнее рассмотрим, что же произошло дальше и что случится со зверями, обезьяной Титаном и Буйволопитоном. Кстати, недавно на канале появилась функция спонсорства, довольно интересная. Это своего рода возможность поддержать канал и внести свой вклад в его развитие. Но в то же время все спонсоры получают ряд преимуществ и бонусов, таких как доступ к эксклюзивным видео, специальные значки и эмодзи в комментариях, ответы на вопросы спонсора в первую очередь и другие. Ну а также все спонсоры обретают особый статус на канале, поэтому буду очень благодарен любой вашей поддержке. Итак, Бибидун во время охоты очень сильно отравила двух королей леса. Как мы уже говорили, её дух имеет сильнейший яд этой эпохи. Яд Императора Пауков Смерти практически неразрушим, его невозможно вывести или нейтрализовать. Кроме того, яд не только проник в их тела, но и начал влиять на её дух. Даже Тан Сан со своей огромной исцеляющей способностью Сине-Серебренного Императора не мог им помочь. Все это прекрасно понимали. Дамин и Эрмин уже были счастливы, что Тан Сан и Сяву спасли их от врагов. Больше всего они не хотели попасть к Бибидун и стать её новыми кольцами. Вот слова одного из них перед смертью. «Спасибо, Тан Сан. Сегодня тот день, когда я буду очень благодарен. Сяву, не грусти. Ты такая же, как мы. Мы все прожили 100 тысяч лет. У тебя есть Тан Сан, развивающийся как человек. У вас есть новая надежда. Но мы жили в этом большом лесу 100 тысяч лет. Нас больше ничего не держит в этом мире». В каком-то смысле смерть можно считать концом, но также и новым началом. Их последним желанием было увидеть воскресенье Сяву. Но к тому моменту Сан ещё не стал титулованный. Он был лишь на 85-м ранке и не мог вернуть кольцо и кость Сяву. Дамин и Эрмин сказали, что помогут получить эти 5 ранков. И даже более. Они готовы стать кольцами Сана. Эти могучие звери всё хорошо обдумали. Поскольку они всё равно умрут, то решили придать своей смерти смысл. Помочь воскресить сестру Сяву. Разве это не стоящее дело? Кроме того, став духовными кольцами Тан Сана, они всё ещё смогут быть частью его духа и присматривать за ними. Для Тан Сана возвращение Сяву было важнее всего. Своими решительными действиями он показал, что готов ради этого на всё. Тан Сан сделал так, чтобы душа Сяву вернулась в его тело. Внезапно его левая рука метнула трезубец морского бога. Среднее большое лезвие вонзилось прямо в его правую руку. Трезубец был настоящим божественным инструментом. И даже его несравненно прочное физическое тело не могло его заблокировать. Брызнула кровь и он тут же оторвал себе правую руку. Цвет лица Тан Сана мгновенно побледнел, но он не издал ни единого звука. Его взгляд всё ещё был ледяным. Правая рука взлетела в воздух, и в то же время его левая рука непрерывно закупоривала кровеносные сосуды его правого плеча. Увидев это, первоначально суровые взгляды Дамина и Эрмина полностью изменили. Тан Сан ничего им не объяснял, используя действия, чтобы доказать свою решимость. Поскольку Сан не достиг 90-го ранга, отделив духовную кость от тела, его ждала смерть. Он сказал Дамину и Эрмину, «У меня тоже не так много времени, это моя решимость». Прямо сейчас не только эти звери были близки к смерти, но и Тан Сан тоже. Прямо перед ними он взял и отрезал свою руку, «Пока его духовная сила не достигнет 90-го ранга и не разорвёт его связь с духовной костью, он умрёт». Два шара ярко-красного света вспыхнули в великом звёздном лесу. Яркий и красный свет одновременно вырвался от двух великих божественных зверей. Да, это было жертвоприношение. Это был метод, который заставил Тан Сана сразу достичь 90-го ранга. Их духовная сила, сконцентрированная в кольцах, позволила моментально поднять пять рангов Сану. А появившаяся кость Дамина встала на место отрубленной руки Сана. Сначала небесный боеволопитон превратился в маленькую змейку, но потом его тело исчезло. Таким образом, Сан смог достичь 90-го ранга, получил девятое кольцо на сине-серебряном императоре, а кольцо обезьяны Титана стало первым кольцом на молоте Чистого Неба. Благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о жертве этих зверей и новых кольцах Сана. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи.